Музыка Начинаем собрание объединения рабочих Тюмени Наверное, сначала давайте посмотрим, кто пришел Объединение рабочих Тюмени Рабочие, можете поднять руки? Кто? Кто? Ты запрессионируешься? Нет, к сожалению, нужны только рабочие, те, кто занят в материальном производстве Еще раз Какие из предприятий представляет Евгений Александрович УГНК, Сергей БКУ? Ну ладно, давайте начнем тогда Всем большое спасибо за то, что нашли время приехать на наше Тюменицкое заседание объединения рабочих Я, Некимов Евгений Александрович, рабочий, металлургического завода УГНК «Сталь», подручный, столеварь Первая повестка, да, скажем так, у нас нашего заседания объединения, да? То есть это для чего? Ну, основные цели и задачи объединения, я вам сейчас зачитаю, уставим, что вам сказать, организация регулярного общения между рабочими разных предприятий, отраслей с целью разработки, продвижения и увеличения прогрессивного коллективного договора, сокращение рабочего дня до 6 часов, увеличение реального содержания заработной платы, Зарплата должна распределиво-дефинцироваться по тарифной сетке выслуги лет Увеличение заработной платы, вплоть до стоимости рабочей силы, рассчитанной для обороны Тюмени на текущий год Улучшение своего труда, особенно раздел охраны труда, исходя из результатов проверки независимой комиссии под контролем рабочих, ограничение практики заключения срочных трудовых договоров, помощь, создание и координация действий рабочих секций профсоюзных союзов Но все остальное вы можете прочитать, выставить Почему было создано это объединение? Когда мы начинали свой профсоюз, то есть у нас на заводе уже несколько лет есть свой профсоюз УГНК УГНК и свой профсоюз ГНБР, Горно-Митургический профсоюз России То есть, почему это все началось? У нас в 2019 году заканчивался кол-договор Наши председатели профсоюза Приходите, подносите свои предложения Будем подносить их, рассматривать, да, и кол-договор все это внесем Лично сам ходил Несколько дней по электронке ему отправляли И рабочие ходили к нему Ну, когда пришел декабрь месяц Получилось то, что... ну, вообще ничего не получилось Единственное, что когда к нему приходили, он достался блокнотик, записывал И все, на этом все наши, которые требования были Мы тогда собрались Человек 60 или 70 членов профсоюза Выдвинули свои требования и отдали на рассмотрение директора Ну, то есть, было все зарегистрировано, да, или как бы по закону, да, там, в течение месяца Должно быть ждать ответ Ну, ответ мы до сих пор ждем Ну, получилось, после Нового года У нас опять Было несколько собраний даже, цеховых собраний Два собрания были с директором, мы разговаривали Ну, то есть, нам дали понять о том, что Прежде чем Вот эти вот все изменения в заработном плате, да, они ведутся, например, закладываются в сентябре месяце То есть, бюджет уже был заложен, да, на следующий год, то есть, на 20-е То есть, никаких повышений заработной платы и все остальное, у вас сказали, у вас не будет Здесь у нас Я ходил председателем нашего, да, профсоюза Заводского Короче, ну, не совпали наши мнения И пришлось не уйти с профсоюза И несколько, да и несколько, а из нашего цеха Больше там, больше 95% вышли из него И что получилось? Собралась инициативная группа, да, в том числе я, Дмитрий И создали свой независимый профсоюз Металлург Тюмени Тавер Ялович И является председателем и ведущим Независимым нашим профсоюзом Металлург Тюмени Как бы на этом Как бы не сильно у нас, да, такие затруднения были на заводе Но когда мы начали уже выдвигать свои требования, да, и с О том, что Да, еще и при заключении договора, да, о договоре Заводского и ГЛБ На то время Они заключили Как бы Что-то в профсоюзе было 400 С чем-то человеком То есть это 37% От общей численности Заводов То есть Ну, как бы, получается Даже не закон А когда люди вышли Из профсоюза Там у них устраивается В том, что в течение года Они не имеют права Обратно входить Но Началось давление И Обратно все Вошли В этот профсоюз То есть Я к чему веду В то, что Когда мы с этим начали сталкиваться Мы не знали, что делать То есть Туда пошли Туда Начали у кого-то консультации Да, с кем-то общаться Но никто ничего не знает И никто никогда Когда с этим Ну, большинство В основном С этим не сталкивались Поэтому И И Ну, как бы, да Поговорили И создано было Объединение Рабочих Тюмени Для чего? Это для того, чтобы Вот Больше в такие Как бы Ситуации Не попадать То есть Чтобы Когда Как бы говорится Один в поле не будет Если вас много Один Одно за другой В какой-то В другой сфере Чтобы сообщать Или решать Эти, как бы Проблемы Потому что Когда вот я начался Да С этим Сталкиваться Очень много Получилось проблем В итоге Получилось И Я остался Один Давление началось Администрации Да Работали Было даже Написано Письмо Что Идёт Давление Да На меня Да Супредседателя Да Извини на рабочих То есть Написали даже В прокуратуру Да И Трудовую инспекцию Поначалу Как бы Ничего такого страшного Не было Все ходили Спрашивали В руководство Да Кто подписывал Вот это заявление То есть У них не было списка С неделю ходили Все говорили Что нет Но в итоге До них дошло Что Материалы дела Изнарки не даются Но можно сфотографировать На телефон Сфотографировать Там уже конкретно Шло Уже не спрашивали Подписывал ты это Заявление или нет А просто Видно было Что сфотографировали На телефоне Уже распечатка была Прямо тыкали Вот твоя Твоя В итоге Что получилось Когда я эти подписи Собирал Я конкретно говорил Все читали Что там написано Никого я не заставлял Все сами Но в итоге Получилось Как Несколько человек Написали о том Что вообще подписи Подделены То есть я подделал Другие говорили То что Я принес Чистый лист положил Надо расписаться Так как У меня На заводе Я работаю уже Десятый год И 9 лет Скоро будет Как по профессии Я до этого был Профгруппорган До своего цели Авторитет есть Они говорят Так что Он уже давно Мы ему доверяем Я положил Распишите Они расписываются То есть Этого не было Это было все Напечатано Все читали Все конкретно Ну Кто Я заставил Кто бы говорил О том Потому что я просто Подписи собирал Чтобы улучшить Слоя труда Чтобы вода была В душевых кабинках Что-то было Лейки там Вода Бежала хорошо В итоге Из Что там Шестидесяти человек Осталось Только пять человек Которые Не Не отказались От своих подписей То есть Большинство Поотказалось От давления И чтобы вот такого Больше не было Так было И было создано Вот это вот Объединение Ну как Основной 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 Суть Почему было Создано Вот это вот Объединение Я как бы высказал Вопросы Для чего Создано Объединение В объединение С правом Решающего голоса Должны входить Только Рабочие То есть Те, кто Непосредственно Создают Материальный продукт Завечательным голосом Могут быть Кто угодно Советовать Помогайте Рабочим Может Кто угодно Что Данное Объединение Объединение Рабочих Жизнь В любом Случае Заставит Рабочих Взять Себя В руки Вот В данный момент Можем Сами наблюдать Пришло Не так много Людей вообще Рабочих Из них Всего семь Из девятнадцати Присутствующих Всего семь рабочих При этом Нами было Распространено Тысяча Приглашений По крупнейшим Заводам То есть Вроде как Какой Никакой Охват Имеется Но К сожалению Рабочие В данный момент Еще Испуганы Боятся Что-либо Предпринимать Данное Объединение Должно стать Именно Такой Вот Организацией В которой Право Голоса И Право Решающего Голоса Должно быть У рабочих Для того Чтобы Как раз Координировать Свои действия Для того Чтобы помогать Друг В сложных Ситуациях Если Кто-то Начал борьбу На своем заводе За улучшение Условий Труда Для того Чтобы Рабочие Объединялись Можно Один вопрос Цели Задачи Объединения Понятно Какими Средствами Это будет Достигаться Что Вы предлагаете Предлагают Рабочие Ну Можно Да Первую точку Ну Я для начала Представить Вообще Нам не узнать Хотя Кто-то знает Звук Сергей Михайлович Фамилии Мои Целых Я Русский Поэт Не предавший У меня Советскую Рознь Так Ладно Так вот Я рабочий 46 лет Рабочий У меня много разных Профессий И начиная От первой профессии Токаря Работал И послупом И крановщиком И водителем И на комбайне Работал сам Последние годы Электромеханик связи 30 с лишним лет На трассе Не просто на север На трассе Вагончике Тридцать лет Не каждому было прожить Так вот Ну и в то же время Поэт Вы понимаете В советское время Можно было так быть И поэтом Как в то же время Маяковский сказал Попашет немного Попишет стихи Маяковский сказал Я и статьи Так вот Первое Основные задачи Цели и задачи Объединения Я не вижу здесь Главное Цель и задачи Понимаете Сегодня наше общество Разделено на два класса Рабы и господа Богатые и дедные Вот поднимите руки Кто из вас господа А Не говорим Значит Остальные все рабы А кому из вас Хочется быть рабом Тоже никому Почему нет этой Главной цели Избавление от рабства Избавление от эксплуатации Как вы считаете То есть Вы вот в этом В основных целях И задачах Сразу забили В программу Рабочего человека В мозги его Что он должен быть рабом Нет Абсолютно Где написано что нет То чего не написано Это не означает что этого нет Да Да Вот Ну ладно Теперь это самое Правильная задача Правильно ты сказал что О том что Основной голос Решающий голос Должен быть за рабочим Но Вот это вот Очень вот Сильная ловушка Поэтому Нужно как-то Похитрее действовать Я не против того Чтобы вот самые рабочие Имели решающий голос Но нельзя их Выставлять Нельзя их Кидать нам в разговор Когда их пять Тогда сложно Когда будет Сто пятьдесят Будет Еще возможно Но значительно Сложнее И цель И задача Объединения рабочих Умений Чтобы рабочие Объединялись Кроме того Что они Объединяются В свои профессиональные Союзы На свои Конкретные предприятия Так чтобы они Объединялись Еще и между Предприятиями Вот Подобные Организации Ну вот сам Ты уже говорил Я понял сам Я ничего не говорю Я просто говорю Первое значит самое Не все можно афишировать Так здорово Второе значит самое Нужно наверное все таки Цели и задачи Более так сказать Ну Выше ставишь Объединение рабочих Не политическая Организация Для политической Организации Минуса Партии А то есть Освобождение От рабства Это не профсоюзная Организация Это партийная Ладно я Можно Да и еще вот самое Наверно надо Это самое Как-то контактировать Не просто Рабочие организации Там Простые рабочие Или какие-то профсоюзные Организации Нужно контактировать И с партией Здравствуйте товарищ Мой зовут Максим Заварин Не пазднические настроения Вообще не будут По поводу Организация Я не хочу сказать Что это несомненно Прогрессивное дело И именно Это Объединение рабочих Да На чем Товарищ Решанец Острел внимание Что В нем В этом объединении Решают все Рабочие Вот поэтому Оно и называется Объединение рабочих А не объединение Филателистов Или еще кого-либо То есть Рабочие Сами решают Какие им ставить Перед собой цели И задачи И так далее Вот Далее я смотрю По уставу Цели и задачи И исходя из первого пункта Цели и задачи Что это Организация Регулярного общения Между рабочими То есть Я делаю такой вывод Что это Такая площадка На которой Будут собираться Различные Рабочие Представители Различных Предприятий УГМК Фабрика И так далее Да И делиться Между собой Каким-то опытом Ведение какой-то Борьбы Коллективной И так далее Вот Чтобы учитывать ошибки Друг друга И не повторять их И уже добиваться Улучшения условий труда Да Второе Я хочу сказать По поводу того Что Заострять внимание На том Что Политические партии Неполитические В этом объединении На мой взгляд Не следует Потому что Рабочие могут быть Разных взглядов Кто-то Может быть И представитель УДПР Из Единой России И так далее И я не думаю Что здесь Именно В этом объединении Это важно То есть Тут важно То, что собираются Рабочие Да Которые В объединении Участвуют Рабочие Осознавшие Необходимость Организации Самоорганизации Для реализации Целей и задачи Объединения Да Учитывая Среда Для Борьбы За улучшение условий Да Поэтому Хоть Анархисты Хоть Монархисты Это без разницы Главное Рабочие Собираются И решают Свои Вопросы Да По отстаиванию По борьбе За свои коренные интересы Которые Дали здесь И оговариваются Я читаю Соотращение рабочего Дня до 6 часов Увеличение реального содержания Заработной оплаты Здесь бы я хотел Объединению Предложить правку Внести В устав То есть Увеличение заработной оплаты Вплоть до Стоимости рабочей силы А вышло нельзя Может быть Написать Увеличение Заработной оплаты Как минимум Достоимости рабочей силы Или Достоимости рабочей силы И выше То есть Какой-то потолок Получается В который Убрешься Все И Выйдите 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 И Я бы еще Подложил такую правку В эти пункты 3 4 5 6 6 Везде Я бы поставил борьбу То есть Борьба Срочные Вот И Такой Подводящей Помощь В создании Координации Действий Рабочих Секций Профессиональных Союзов Тут бы я добавил Наверное Что Как бы правильно Сказать Именно Рабочих Секций Профессиональных Союзов Лежащих Подработодателей У меня вот такой Как сказать правильно Ну В общем Те профессиональные А Свободные Тут речь идет О рабочих Секциях Профессиональных Союзов Тех Которые действуют На предприятии И те которые Под контролем Администрации Вот я говорю А контролирование Контролем Свободные Я не понимаю Есть Путинские Профсоюзы Да Но Именно Тех Рабочих Секций Это Я так понял Пункт Исходя из Опыта Питерских Докеров Которые Именно Так И делали Они В Желтом Профсоюзе Создали Рабочую секцию Отдельных Докеров Там же В порту Грузчики Разные Профессии Вот И там У них Был Профсоюз Работников Водного Таспорта И они В нем Создали Рабочую секцию Докеров Внутри Профсоюз Внутри Профсоюза Начали Я Я Хочу Поприветствовать Всех Участников Сегодняшнего Собрания Особенно Людей Которые Создали Объединение Рабочих Тюмени Потому Что в настоящий момент Это дело Нужное Важное И те Цели и задачи Которые указаны Уставили И конечно Я думаю Правильно Связать С текущим Положением Рабочих В стране Что Что у нас На сегодня Какое положение Рабочих В стране Первое Это конечно же То что Неоднократно Уже публиковалось Например Фондом Рабочей Академии Проводилось Исследование За Сколько Времени В современной России Наемный рабочий Вырабатывает Свою зарплату Это Примерно Сорок минут То есть Из восьми часового Рабочего дня Сорок минут Рабочий вырабатывает Свою зарплату Все остальные Семь часов Двадцать минут Рабочего времени Идут На благосостояние Работодателя Опять же Как правило Как правило У нас Восьмичасового Рабочего дня Уже нет То есть Переработки Это вообще Такое зло В современной России Которое Усиливается И увеличивается Вот Причем Время Переработок Как правило Сейчас Опять Так же Это Учитывает Работодатель Которому выгодно Учитывать первые восемь часов Ну правильно Человек Шел Работать Восемь часов А вот то что свыше Учитывать Он уже Ему невыгодно Потому что Во первых За это надо Повыше Наплатить Во вторых При По закону 120 часов Переработать Год Больше По закону Перерабатывать Нельзя Опять Это ему невыгодно Вот И что мы видим Мы видим Как у нас люди Хронический Недоштат То есть В различных Групных организациях Казалось бы Даже те которые Принадлежат Государству У нас Хронический Недоштат То есть Казалось бы Возьмите Увеличьте Штат Два-три раза И тем самым Решите вопрос Безработицы Снизьте ее До минимума Но Выходит что Такая ситуация Выгодна Работодателям Чтобы Один человек За зарплату Одного Уполнял Двойной Тройной Объем работы Дальше Мало того что Рабочее время Увеличивается То есть Рабочий день Увеличивается Безразмерно Безмерно Значит Тут Недавно Проявило Государство Пенсионную реформу То есть Получается что Оно ее Конечно Оправдывало Так что Вот Посмотрите на запад Там Продолжительность жизни Растет Значит И соответственно Повышает Возраст выхода на пенсию Вот Что у нас в России Тут сразу Появились такие Публикации В исследованиях Что у нас в России Тоже оказывается Продолжительность жизни Растет И что нам тоже Но тут Главный обман Крылся в том Что Этот возраст измеряли в годах Тогда как Рабочее время Надо Надо Измерять часа Вот Как сделал Например Профессор Золотов И когда он посчитал То оказалось Что еще до Пенсионной реформы Наши рабочие Работники Они Врабатывают По часам Столько же Сколько их Зарубежные товарищи Но при этом Они там работают Скажем До 63 Они на пенсию Уходят Наши до 60 И наши все равно Вырабатывают Больше Это опять же В связи с тем Что Вот эти переработки Вот И тут Получается Все равно Увеличение Рабочего времени Это прям Такая беда Проблема Самая серьезная У нас в стране Вот Дальше Значит Вот мы имеем Увеличение Рабочего времени С другой стороны У нас есть Все мы знаем Есть такое Слово Говорят Инфляция Проще говоря Повышение цен Инфляция Это повышение цен На все Товары Кроме товара Рабочая сила То есть Значит мы Работаем больше С одной стороны Все время Увеличивается Каждый раз С другой стороны Цены растут То есть Та же зарплата Которую мы получаем Ее постоянно Начинает Уменьшаться Если ее измерять В объеме тех продуктов Которые можно купить Вот Какое следствие Отсюда еще Вытекает Кроме того что Мы Рабочий На зарплату Может все меньше С каждым годом Покупать Вытекает То следствие Что он Не только меньше Покупает Но он ищет Продукты дешевле Соответственно он Начинает покупать Заменители Суррогаты Различные Причем Когда он это покупает То есть Обычно Цены повышаются На самые массовые Самые потребляемые товары Вот Когда он это покупается Ну это выгодно производить Их все больше В размере Ну и что мы можем сказать Если человек Начинает Начинает Вот так Витаться Может он Продуктивно Отработать Вот эту свою трудовую жизнь Вот До пенсии Я думаю что нет Вот Какая еще проблема У нас самая острая Это Условия труда Да То есть Работодатель Как всегда Экономит На бытовых условиях Средствах Индивидуальной защиты На Матернизации Там Оборудование Да То есть Что ведет Соответственно опять же К травматизму К невыносимым условиям То есть Человек приходит на работу Да И Соответственно у него нет Исправного инструмента Вот Соответственно Это тоже Влияет И на Моральное состояние Работы И физическое Вот И Получается что Что еще хотелось бы сказать Мы Живем при капитализме Да Капитализм Это Товарное хозяйство На той стадии его развития Когда рабочая сила Тоже становится Товаром Что Отсюда следует Некоторые рабочие На своих Предприятиях Думают Что Здесь вот так все плохо Мало платят То есть Что то вот срезают Урезают Вот Тот же столбок проводят Для того чтобы еще что то забрать Я вот сейчас уволюсь И пойду В другое место Но В другом месте В принципе такой же работодатель То есть Работник Он Значит продавец Своей рабочей силы Работодатель Любой работодатель Он покупатель этой рабочей силы Соответственно Покупателю выгодно Дешевле купить Рабочую силу А продавцу рабочей силы Выгодно Дороже Ее продать То есть получается Такое противоречие И в результате Как правило Любой работодатель Хочет купить дешевле Это ему выгодно Как покупателю И поэтому Думать о том Что на другом В другом месте Больше платят И ты меньше работаешь Я думаю Это такое заблуждение С которым Надо Долго бороться И желательно Раньше начинать бороться Вот Я думаю Что Те люди Которые создали Объединение рабочих умений Они Все Вот это Уже поняли Осознали Осознали Что Не получится Найти лучшую жизнь Где-то в другом месте Что надо Улучшать жизнь На своем предприятии И Эти люди Я думаю Что Они Решили Вот И вся эта ситуация Она вот Ну не в последнее время Но в последнее время Это ярче проявляется Да Люди где-то В бытовых разговорах На работе Там В комментариях В интернете Там Говорят Когда же это Кончится Ну Само оно Никогда не кончится Потому что Если будете Просто сидеть и говорить Подобные вопросы задавать Я думаю Оно Оно Никогда не кончится И вот те люди Которые создали Объединение рабочих умений Я думаю Они Перешли уже От разговоров в дел И Раз людей Объединяет совместные действия То Это в том числе И залог Что данная Организация Не станет никогда Организацией На бумаге Что Это Организация Которая Будет Предпринимать Какие-то действия Для Улучшения Положения Рабочих Вот И Соответственно Все эти проблемы Которые я выше назвал Да Если мы говорим В пенсионном возрасте То Конечно Его решать нужно С помощью Сокращения рабочего дня Что и указано В задачах Данной организации Если мы говорим Об инфляции Да О подорожании Конечно Это надо решать С помощью того Чтобы Повышать зарплату Что значит Повышать Ну значит Надо рабочим Повышать Цену Того товара Рабочих сил Которые они продают Вот Все товаропроизводители Повышают цену Значит И рабочим Надо повышать Вот По поводу Улучшения условий труда Конечно И по поводу Соута Конечно Тоже Надо создавать Свои рабочие комиссии Которые бы Принимали участие В этом соутбисе Естественно Сопротивлялись О том Чтобы Там где значит Загазовано Задымлено Значит Чтобы Там не было написано На бумаге Что там Свежий Морской ветер Вот Еще я хотел сказать По поводу Ну Немножко ответить На предыдущие выступления По поводу Повышение Зарплаты На стоимости Рабочей силы Что Мы живем при капитализме И В капитализме Товары По общему правилу Должны продаваться По их стоимости Поэтому То что предлагал Максим Это уже Переход за границу капитализма А разве Это организация Не политическая А хотя бы Для этого добиться Цена и стоимость Это одна категория Нет Зарплата Это цена Или стоимость Цена Почему цена Не может быть Выше стоимость Ладно Должна быть Выше стоимость Делать это могут Только Сами рабочие Никто У меня В принципе Все Я желаю Единственное Что Чтобы Рабочие Входили Только Рабочие Чтобы Они Сами Руководили И даже Если Они будут Принимать Какие-то Ошибочные Решения Я думаю Что Они научатся И быстро Поправят Конечно Спасибо Здравствуйте Меня зовут Евгений Казначеев Я Уполнитель Профсоюза Наемный рабочий Минского Профсоюза Ну во-первых Хотел бы сказать Что Подобное объединение Рабочих Это действительно Прогрессивная Составляющая Очень Раны Что есть Такое Что Есть Такое Что Что Я хотел Сказать Во-первых Я бы хотел Сначала Мы В своей группе У себя В газете Рекламировали Объединение Что Будет встреча И Несколько Организаций Отправили Приветственные Письма Я думал Хотел бы Сначала Зачитать А потом Уже поговорить О конкретике Итак Есть такая Организация Движение Рабочий контроль Товарищи Рабочие Тюмени Вас приветствует Коммунистическое движение Рабочий контроль Организация Стоящая на позициях Марксизма Ленинизма Выступающая За национализацию Крупной промышленности И рабочий контроль над производством Ни для кого не секрет Что сегодня мы живем В капиталистическом государстве Которое переживает очередной экономический критик Последний Более всего Отражается на жизни трудящихся Чьи условия труда И проживания с каждым годом Становятся все хуже и хуже Буржуи уже продолжают Набивать свои карманы Наша организация понимает Что в сложившейся ситуации Рабочему классу Необходимо объединяться Организовать акции Солидарности Формировать независимые Процсоюзы И советы местного Территориального самоуправления Мы узнали Что вы организовали В своем городе Объединение рабочих И в дальнейшем Готовы проводить мероприятия Мы приветствуем Столь решительный Сознательный шаг И хотим выразить солидарность Поскольку понимаем Что у нас с вами Общая цель борьба За классовые интересы Трудящегося большинства Мы открыты конструктивным Взаимодействию Готовы оказывать Информационную поддержку Распространение материалов При необходимости Оказывать юридическую поддержку А также участвовать В совместных Компаниях солидарности Мы надеемся Что организованное В Кеме объединения рабочих Поможет активизировать Другие коллективы Вашего города Послужит достойным Примером Для коллективов Других российских городов А также станет Частью единого рабочего Движения России В будущем С пролетарским приветом Движения рабочий контроль И еще одно Это межрегиональная Газета «Факел» Думаю Некоторые из вас Знакомы с этой газетой тоже Товарищи рабочие Тюменской области От лица редакции «Факел» Приветствую вас На открытом собрании Объединения рабочих в Тюмени Считаем, что Поставленные перед вами Цели и задачи В нынешних условиях Являются актуальными И правильными Важно сейчас заниматься Просвещением работников И увеличением Как количественно Так и качественно Настоящих профсоюзов Которые управляются Рабочими И действуют в их интересах Слово «профсоюз» Давно стало ругательным В рабочей среде И зачастую означает Насквозь прогнившие Организации Занимающиеся Раздачей подарков Ни о какой реальной защите Интересов работников А уж тем более О победах речи не идет Поэтому мы рады Любым настоящим инициативам Которые направлены На исправление Положения среди трудящихся Считаем важным Отметить, что Кроме выбора Правильных целей Мы надеемся, что Собрания наметят Типы, по которым Рабочие Кеменской области Пойдут, чтобы усилить Влияние настоящих Профсоюзов И чтобы распространить Среди массы работников Настоящее Правитарское сознание Сегодня Перед лицом Наступающего капитализма Важно, чтобы Мы не разбрасывались Пустыми фразами А предлагали Реальные шаги По достижению Нашей цели И так же важно, чтобы Никогда мы не забывали О наших далеких Ориентирах Еще раз желаем вам Платформной работы В рамках собраний Надеемся, что В скором времени Кеменская область Станет известна Своими сплоченными И организованными Рабочими движениями Редакция Газеты Что еще хотел сказать Из моментов Что касательно Объединения Вообще Объединения Возникают То здесь, то там И чаще всего Объединения Заканчиваются Какими-то общими Фразами, разговорами И в итоге Они к чему не доходят И то есть Наше предложение Заключается в том Что необходимо Организовать Какой-то Общий Печатный Орган В который можно было Опять же Собирать информацию О ситуациях На предприятиях Рассказывать о них Тут же С другой стороны Помогать Рабочим Организовывать На своих Предприятиях Профсоюзы Опять же Если возникают Какие-то трудовые Коллективы На этих предприятиях То включаться В эти трудовые Конфликты И помогать Рабочим Организовываться И как таковой Печатный орган В принципе У нас есть газета Наемный рабочий Мы хотели бы Чтобы он стал Именно органом Объединения Рабочих в Тюмени То есть Мы это видим так Что создаётся Какая-нибудь Орг Орг структура То есть Совет Редакционный Который Определяет Какие статьи Будут Печататься И Так же Мы предлагаем Чтобы Распространяли Эту газету Как бы Все участники Объединения Это касательно Объединения Так же Хотел бы сказать Как раз Про Устав Общие цели Задачи Вот на самом деле Правильно Забыл Фамилия Имя Отчество Только фамилию Записал целый Вы правильно сказали Что почему Нет уничтожения Эксплуатации В пункте По сути Тут все пункты И тут все 7 пунктов Они касаются только Крошки из барского стола Вот давайте Вот это Вот нам Вот это Можем это просить Можем это требовать Но по сути Мы ограничиваемся Той капиталистической системой На которой мы находимся Вот И Восьмой пункт То есть Как предложение По идее Должно быть Либо Пропаганда Уничтожение Эксплуатации Человеком Человеком Либо Уничтожение Эксплуатации Либо А то что мы вообще Хотим изменить всю систему Чтобы поменять ее Чтобы она была абсолютно другой И вот тут Сергей сказал Мне прямо Аж это покоробило Пенсия должна решаться Сокращением Рабочего времени А не должна ли пенсия Сокращаться тем Что изменить законодательство Обратно То есть Почему мы должны ограничиваться Что именно Какими-то локальными актами То есть Сокращение рабочего времени Почему не менять законодательство Опять же Это по идее Тоже должно входить У нас по сути Экономическая политическая часть Она неразрывно связана Если мы Начинаем делить ее То есть Вот мы тут экономикой занимаемся А вот там мы занимаемся политикой То это По сути Ограничивает И мировоззрение людей То есть И показывает Что мы собственно Чисто экономической работой занимаемся И поэтому В Уставе по идее Должен быть пункт Именно который Показывает Что не просто экономические Одни задачи стоят Перед объединением А так же и политические задачи Так же Как Горизонт Будущее Вот собственно Что хотел сказать Спасибо Аплодисменты Еще выступающие Аплодисменты 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 Еще выступающие Аплодисменты 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 Сюда Аплодисменты 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 Аплодисмент Аплодисменты 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 Аплодисмент Аплодисменты Аплодисмент Аплодисменты Аплодисмент machines Можно я скажу, дадите мне с такого счета? То есть я опять вернусь к кому-то, да, это все-таки в первую очередь площадка, это не какой-то формиум, который непосредственно придет на предприятие и начнет за вас бою. Вот смотрите, сейчас выступил файл, да, можно так, вот одинаковая ситуация, металлургов, птицефальники, да, то есть какая-то одна и та же ошибка, правильно, совершена, да, вот сидит человек, допустим, с БКО, который тоже уже задумывается о том, да, может быть уже какие-то товарищи появились, которые соберутся, создадут также независимый процесс, Союз, да, то есть я думаю, вам необходимо вот эту ошибку учесть и понять, почему так происходит, что с этим делать, то есть вот вы уже четвером, да, можете посидеть и подумать, кто-то может еще у кого-то в этом плане есть мысли, опыт и так далее, то есть вот в этом я вижу задачу объединения, вот, то есть объединение, вы же не можете сейчас все собраться и прийти к металлургу, решать вопросы на УГМК, правильно? На УГМК они будут сами, на БКО сами, на Кицефальники сами, кто за них, я повторюсь, кто за них это делать не будет, вот, если уже какие-то акции солидарности, то до этого нам еще куда-то бежат, вот, То есть они сначала могут соединяться, то есть человек пришел второй раз, я вижу Сергея из БКО, да, и он не знает, что делать вообще, то есть вы создавали профсоюз, вы создавали профсоюз, расскажите ему, что делать, встретитесь вместе, помогите создать профсоюз, пусть он приведет людей, которые еще заинтересованы этим и так далее, вот, ну, если из устава сходить, тут так написано, участники объединения формируют инициативные группы по конкретному направлению, деятельность и отраслям производства создают рабочий комитет, вот, но для этого надо, чтобы организация была, ну, там, нескольких десяток человек, ну, то есть с разных предприятий хотят по 3-4, там, 5, я не знаю, человек, вот, у вас 5 человек там осталось, вот, вы и войдите все в объединение 5 человек, вот, у вас отрасли металлургические, вот, вы, ваша инициативная группа в этом направлении работает, рабочий комитет, какие там уже вы будете задачи перед рабочим комитетом ставить, решать, конечно, вам будут, ну, я вот так вот вижу, и что я еще хотел сказать, немножко у нас тут получился, как бы, не собрание, да, я так, ну, плавают у меня мысли тоже, потому что какая-то лекция тут, как семинар, да, вот, я хотел бы предложить вам именно объединению рабочих в Тюмени, организовать семинар, да, то есть какие-то вот именно вопросы утвердить для этого семинара, так скажем, людей, которых в этих вопросах разбираются, пригласить, да, попросить выступить по этим вопросам, как вот Сергей Петрович сейчас тут пополчка, у нас все марксистским языком разложил и объяснил, откуда что происходит, что происходит, то есть это чисто предложение, то есть зал, как видите, дорогой у нас теперь есть, мы можем здесь собираться и рабочих приглашать, то есть в следующий раз Сергей придет кого-то, я просто кроме Сергея, Дмитрия, Евгения, рабочих уже не знаю, поэтому я акцентирую на них понимание, то есть придут других, они послушают, поймут, почему так происходит, что туда не дойдет, и так далее, то есть в этом направлении тоже, я думаю, можно работать именно, да, кто-то говорил здесь о просвещении, вот, в парень между тут пенсионным возрастом и так далее, я удаляться не буду, хотя я тут поспорил, ну ладно, в следующий раз на семинаре. Ну смотрите, то есть все равно, вот мне не нравится вот эта вот стихийность, когда там эти тут вместе соберутся, что-то поговорят, эти там поговорят, то есть это такой момент узкий, то есть по факту надо, то есть если у нас тут есть разные предприятия люди, соответственно, надо какой-то практической деятельностью, чтобы эти люди были заняты. То есть это не просто так, что посидели, поговорили, а я потом один пошел, что-то у себя там на предприятии один делаю, потому что я один на предприятии, мало что могу сделать, когда там, блин, ну, как бы. Я же только что сказал, что он придет в следующий раз, мне один. Не факт. Не факт. Ну, кстати, он здесь уже, он здесь уже не один, с БКУ еще Артемов есть, например. Ну вот, да. То есть, да. Да не один, это лишь один выходит сюда. Вот они под боем пойдут, в следующий раз по двух человек придут, их будет шесть. То есть, ну, это такой момент, ладно, суть в чем, то есть необходима какая-то практическая деятельность, которая бы всех и объединяла, по большому счету. То есть, как раз вот такой практической деятельностью вообще изначально наш тот же профсоюз наемный рабочий, как сформировался, то есть у нас какая была идея. То есть мы изначально шли не от первичной ячейка, а потом все остальное. У нас обратное, у нас сначала территориальный профсоюз, а там из него уже, где, с какого предприятия один-два человека есть, то есть они сначала входят в этот профсоюз, а потом в процессе деятельности уже, то есть какой-либо вот именно все вместе, кто входит в этот профсоюз, образуется на предприятии первичная ячейка. То есть у нас, по сути, так с Боровской птицефабрикой вышло. То есть сначала один человек нашелся, потом в итоге этот человек еще добавил людей, получалась вот эта первичная организация. То есть, и по сути, сейчас, опять же, озвучу второй раз тоже предложение, что использовать, опять же, там, печатный орган, ту же газету. То есть мы эту газету, то есть мы пишем, что происходит на предприятиях, то есть у кого какая информация. Люди с этих же предприятий читают, потом получается, что они видят, что кто-то что-то делает, и они начинают все равно звонить. То есть они все равно звонят, все равно обращаются. То есть, соответственно, так можно вымоеть. Опять же, с другой стороны, есть куча работы, например, ту же газету там, например, раздавать. Например, человек, который работает на БКУ, он не будет раздавать газету на БКУ, потому что его сразу же тут же это начнут это. Зачем это? Соответственно, мы, как вот люди, так сказать, с левой стороны, спокойно можем раздавать эту газету, то есть и нам никто ничего не скажет, то есть, ну что, о чем вам сказать? Максимум позвонить, сказать, вы что хотите, как в Белоруссии. Так вот она в этом практическая работа заключается именно в создании профессиональных союзов на предприятиях. Вот она их практика. Вот тут мы сразу подходим. Вот она практическая работа. Конкретики. Вот, 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 сам я писал проблему, что, ооо, за газетку мыслить, а что будет, если дальше, мы сейчас выбрава ставить, или убегать, требования, как этим мы услугиваем. А я просто говорю, не афишировать своих товарищей. Смотри, в этом очереди афишировать нельзя, да, это вот вы уже поняли, если... Нет, 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 я думаю, если они как-то отбегают, то можно это делать, то есть, с остальными человеками... Вау, что вам мечтение не удалить, надо это тоже понимать. Я когда представился, я сказал, что я Максим Заварин, но не все знают, да, что я являюсь одним из основателей профессионального союза, работающего в основном и к... Так же, ну, давай, как же движение, я шарпутался. То есть, я когда это начинал, я не представлял, как поведет себя администрация по ТЭПА, да, вот, конечно, она подвела себя кардинально противоположным, чем администрацию ГНК, Но это я и скажу из того, что владельцами предприятия является департамент администрации города Тюмени, хотя это акционерная общество. Поэтому они меня вообще не трогали, вот. Но, я же не знал этого, да, то есть, я начинал эту деятельность, я предполагал, что что-то может быть, как вы показываете, да, что-то может быть, да. Ну, я советовался с супругой, так как мы многодетные родители, и я говорил, говорится, вот как вот я вот эту бутылатуру. И она говорит, царата, она тебя не убит сейчас, вот еще. А что могу сделать? Ну, даже если ее уволят, ну, пойдешь в другое место работать, что, без работы останешься, что, рук нет, ног нет, все. То есть, и сидеть вот так вот, да, ну, грубо говоря, присмыкаться, я уже тоже не мог. И в итоге, конечно, я споткнулся об этом же тоже камень, то, что мы настолько разрознен, настолько индивидуализм, особенно у водителей автобусов, это еще хлеще, чем у работников цехов. Они там хоть в бригадах чая не степьют, я людей годами не вижу, мы работаем вместе несколько лет, я его не вижу. Поэтому вот это, конечно, тоже надо будет вам учитывать и подумать, как вот этот индивидуализм людской перебороть, чтобы они не просто там подписи ставили. Подпись-то поставить это еще одно, потом отказаться от нее. Надо же, чтобы люди готовились именно к коллективным действиям. Потому что вот именно борьба, если начнется у вас за улучшение условий труда, правильно, просить можно бесконечно, будете просить, просить, просить вам, да, нету денег, ну, и так на этом все и закончится. Чтобы вам денег отдали, их надо, их надо прессовать, да, и как прессовать, и деньгами прессовать. А как деньгами прессовать, значит, приостамавливать производство и так далее. То есть какие-то коллективные действия должны быть, и надо быть в этом году. То есть это уже совершенно, да, неужели подпись, коллективные жилизды. Я хочу сказать, что тут не только имеет место индивидуализм, а дело в том, что народные массы, они не просвещаются, не прозревают в один момент, но так дружно, синхронно, так шаг вперед не делают. Вперед выходят сначала единицы, правильно, которые вот, как у Евгения Александровича получилась ситуация, как у Паин получилась ситуация, как у Максима Заваевна. Сначала единицы прозревают, что-то понимают, а начинают задумываться. Масса, она еще пока не так быстро это все происходит. И вот эти единицы на своих предприятиях, да, они должны как раз-таки эту массу тянуть за собой. Тянуть за собой, просвещать. И вот этим единицам, пока они не единицы, в помощь как раз вот это обвинение рабочих юбиней. Я так понимаю, что вот так это все работает, и все это так устроено. Вот. Ну я, я не знаю, вот там у нас, что там собрать? Просто я тогда предложу, что может создать комитет этого обвинения рабочих, и этот комитет, пускай проработает месяц-два, и люди пусть обдумывают, что они хотят лишь сделать. И уже это как бы лишится. Я вот так вижу. У нас по поводу создания комитетов, советов, у нас на данный момент в обвинении... Нет, нет полномочий здесь создавать что-то. Создать можно. У нас семь рабочих. Я предлагаю на следующее заседание рабочих. Для начала и не рабочих. Приглашайте сюда рабочих. Для того, чтобы эта организация стала организацией, в ней должно быть большинство рабочих. Да, в ней только рабочих. В ней только рабочих. В ней только рабочих. В ней только рабочих. Чтобы советчиков было меньше, чтобы рабочих здесь составляли большинство из присутствующих. Это открытое собрание. Открытое собрание. Открытое собрание. А потом они уже будут свои собрания проводить. Соберутся сами. И вот Сергей приедет. Ну вот я так понял тоже товарищ рабочий с ВКО. Вот они сами соберутся. И там они уже без нас это все прекрасно решат. Они люди умные. Поэтому наша задача была их хотя бы свести вместе. И так они на заводе подадим. А теперь они уже с контактами обменяются. И начнут какое-то взаимодействие. Сергей Николаевич, связь на ладе. С Дмитрием Валерьевичем связь на ладе. И все. Они сами там разберутся без нас. Без наших вот этих вот интеллигентских соплей. Ясно. Вот тут седьмой пункт хороший есть. Помощь в создании координации действий рабочих секций. И профессиональных союзов. Кто из рабочих может оказать такую помощь? Руку поднимите. Нет никакой помощи. А? Не понял. Седьмой пункт. Первый, первый. Советом. Я вам могу дать совет. Советом. Я не просто так спросил сам. Я к чему говорю. Первое. Есть люди, которые знают. Первое. Какая нужна помощь? Первое. Юридическое. Я правильно говорю? Юридическое самое. Ну чисто житейское может быть. Еще что-то такое. Возможности какие уже неправильно говорят. Газета должна быть. А кто-то против газеты что ли? Нет. Да я ничего не знаю. Я к чему говорю. Ну выслушайте пожалуйста. Потом начнется. Воймете сам. Первое. Что я хочу предложить. Есть у нас такой Черепанов Александр Каплиянович. Прекрасная законодательство трудовое. Он когда преподавал в академии, не в академии, это в Рощино. Учил своих авиаторов по законодательству как раз. Редактор газеты трудовое телевидение и прочее. Он если к нему обратиться. Наверное не как он сумеет оказать юридическую помощь. Чем рабочим. Первый секретарь Тюменского комитета. Российский комитетский рабочий парк. Второе. Есть Осинчук такой. Владимир Иванович. Известный довольно-таки. Может быть не для всех. Оппозиционер в Тюмени. Юрист. Кандидат юридических наук. Профессор. Тоже на нас может оказать какую-то помощь. Вот я просто это самое. Чтобы на слуху у вас было. Вот эти вот фамилии. Это раз. Второе значит. Вот я не говорю насчет газеты. Жень. Можно тебе подарить книжку? Принес специально. Здесь есть книги рабочих. Ну в общем почитаешь короче. А я ее видел. В газете какое отношение имеешь какое-то? Конечно имею. Вот. Может быть какие-то стихи. Может быть сумеете наобещать в газете. К примеру значит самое. Ну я знаю. Проснется народ. Богатырские плечи расправит. И стряхнет паразитов Господь. И рукой могуча раздавит. Восстановит свои города. И в советское братство вернется. И восславит опять на века. Ту, что Русью великой зовется. Ну у меня все равно спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас был очень хороший опыт в восемнадцатом году. Это цех. У нас очень большой цех. То есть в шестнадцатом году мы писали письмо там просто руководителю генеральному директору. Там вопросы были решены. В семнадцатом году уже добрались выше. Там пришли про союзники. 10 человек выстроились. Здесь они все наши эти заявки, все вопросы задавали. Решилось. И все. Вроде бы отработали еще год. То есть июнь месяц у нас как бы такой кризисный получается. В восемнадцатом году как-то так получилось. Все уже разделились. То есть бригада с бригадой разговаривает. Сами между собой вот эти бухонные разговоры. Ближания не было. А ситуация была вообще. Вообще. Зарплата в два раза меньше стала. Машины не летают. Людей не хватает. Таджиков работают больше, чем в своих местах. Вот до такой стихи у нас. И мы не же не могли сделать. То есть приходили днем на работу. Мы в пустой день просидели. Нам платили эти две трети от тарифа. А ночная смена приходила. А работа сделана. И у них получается ночная смена со всей бригадой. В общем ситуация была охват. В общем идея была тоже моя. Я просто сидела днем. Мы сидим на работе. Нам нечего делать. Я создаю группу вайвере. И пишу. И туда добавляю всех своих контактов. Что у меня попадается. И пишу. Ребята, группа создается. В общем это уже невозможно терпеть. И вот так. И это махом. Ребята молодые. Они готовят. У всех уже. Они говорят. Файя это дело. Это тема. Давай. Давай. И они начинают. То есть я. Это цех. Большой. Как бы он. Основной. Вот я цепирую. Вся фабрика на нем держится. И у нас все остальные цехи. Вспомогательные. И ребята начинают. Эх. Которые на машинах. Между цехами. Они сообщают. У меня же с ними вообще сведения нету. И они в эту же группу. Начинают накидывать. Все себе номера. У меня. За буквально полчаса. Почти полфабрики. Был контакт. Вот в этой группе именно. И мы. Как четко. Тогда сработали. То есть. Было написано. Одно заявление. Генерального. И профсоюз отправлено. Объект. Ноль. Игнорируют. Абсолютно. И вдруг. Начальнику цеха. Разговариваешь. Нет. Она говорит. Что делаешь. Ты же понимаешь меня. Мы же все работаем. Я говорю. Да. Семена. Вы поработаете. Я рабочий. И в итоге опять тишина. Она идет в контору. И всем сообщает. Что хвайя такая плохая. И вообще. Без цех плохой. Все рабочие плохие. Они сами работать не хотят. И. И. Я к тому. Потом. В общем-то. Одно заявление. Потом второе было. Потом. Прокуратура. В общем. Все вопросы были решены. Машины. Заработали. Конвейеры. Завчасти были закуплены. Таджиков убрали. Зарплату. Бусуально. Ее же месяц. У нас два раза больше зарплаты. Притом. Не стало. Начинать смен. Как-то. Все так. Четко было отработано. Вот это вот. Побай видел. У меня хорошую помощь. Потом. Когда задача была решена. Я всех лишних убрала. Оставила вот эту. Группу. Что это вот. Наш цех. Пожалуйста. Вот. Кому интересно. Оставляйте. До сих пор. Вот это. Вот. Руки этого. До сих пор не разговариваем. Они говорят. Ты молодец. Вот. У яйца склада. Зарплата. Именно благодаря тебе. У всех цехов. Такого нет. Ну. Действительно. Так оно и есть. В общем. Вот это информационные. Вот эти группы. Очень хорошая помощь. Для тех кто. Работает там. В этой линии. Все. Поручить тебе. Организовать на других. Такую группу. Такую группу. Сначала на своих. Да. 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 А подождите. А у вас. Почему. Облачение. Облачение. Вот эти. Какое? Что? Обращали вообще рабочих. Почему не они боятся. Что там. Игрустают. На этом вопрос. Я сейчас отвечу. Но я отвечу чисто. По нашему залогу. Скажем. В прошлом году. Позапрошем. Да. Когда я был. В ГНПР. Состоял. Да. И был. Кромгруппор. Кромгруппор. Цех. Да. Как бы. Как бы. У нас были проблемы. Мы писали. И как бы. Через какой-то промежуток времени. Мы их делали. Ну. На нас. Никто ничего вообще не дает. Ну. Мы состояли в том. Да. В заводском. ГНПР. Да. В профсоюзе. То есть. Когда. Пришло время. Да. Я уже. Говорил. Повторюсь о том. Что. Мы уже. Заканчиваем договор. Да. Начали. Когда. Просить. Свои требования. Они нам отказали. У нас еще потом. Ввели такой. То есть. Чтобы нам. Переработку не платить. Нам ввели дополнительный выходной. Ну. Так как. У нас производство. Непрерывное. Останавливать цех нельзя. Мы. Значит. Нам давали бумажечку. Где мы подписываем. Завеление. О том. О выходе. В свой. Выходной день. И все. Там. Как бы. Двойная оплата шла. Но. Это было очень мало. То есть. Можно было сделать забастовку. Да. То есть. Твой законный выходной. Ты. Обошел. Конкретно. Да. Свою бригаду. Номер три. То есть. Мы не выходим. И руководство. Хоп. И все. Оно. Руководство отправило своих представителей. Да. Бригадных там. Церков. И они ходили. Со мной потом. Назначили день. Такой. Например. Да. В понедельник. Со мной я звонил. Они откладывали три дня. А за эти три дня. Что они делали. Они делали опрос всего цеха. То есть. Если мы вам сейчас приносим. Приносим. Подписываем. Он сказал. У нас есть такое. Негласное. Да. О том. Что мы не подписываем. Только после этого. Когда они весь цех опросили. Только после этого. Они согласились встретиться со мной. Мы встретились. Обоговорили. И все. Начались как бы. Уступки. Со стороны. Руководства. Зарплаты добавили. Раньше. Если ты выходишь. Ремонт. То есть. Есть. Бонусная система. Да. Если ты вышел на ремонт. Тебе бонус не платится. А с 1 января. У нас ввели. То есть. Если у тебя есть. Ремонт. Нет ремонта. Тебе все равно. Это бонусная система. Бонусы начисляется. Как бы тут. Все удушевились. О. Ништяк. Хорошо. Но в итоге. Потом. Когда. Вот этот. Колл договор. Мы начали. Заключать. Нас там. Проигнорировали. Мы взяли. Вышли. Из этого. Профсоюза. И тут. Маленечко. Разошла. Ошибка. Я сейчас. Понимаю. Если есть. Профсоюз. Надо было. Не выходить. Все сразу. В цех. А наоборот. Сгруппироваться. Да. И выдвигать своих. Кандидатов. Например. Цехкома. Еще. Чуть повыше. Выходить. А мы просто. Вышли. Они догадались о том. Что. Все. И начали туда. Насилия. То есть. Как говорится. В 41-м. Всех подружил. Контору вообще. Их. ИТРцы. Контору. Насильно. Они все. Их. Работяги. Как-то. Более-менее. Можно было. Их. А этих. Всех. Всех. Натурально. Убранных. Загоняли. И. То есть. Когда. Вот. Вот. Зачем. Ты. Написал. Отказ. А что. Мне. Говорит. Семья. Я. Говорит. Один. Работаю. У меня. Кредит. У меня. Ипотека. Вот. Вопрос. И. Даже. После этого. Нам. Еще. Даже. И зарплату подняли. С ноября. У нас была индексация 4%. Ее ввели. В АКЛА. Официально. Еще. На 4%. Индексация шла. Но. С этого года. Благодаря. Как. Борьбе. Не борьбе. На 4%. Сначала. На 4%. Потом. Еще. На 10%. То есть. В общем. На 14%. В этом году. Вообще. Я ходил. Тогда. Председатель профсоюза. У нас. Как идет. К дню металлогу. Да. Дню металлогу. Премию давали. И. 13%. Он сказал. Я вообще. Хочу. С администрацией. Договорить. Вообще. Отказаться. От этой премии. То есть. Раз в год. 13%. Ну. А 13%. Как. Залет. Талон. По охране труда. По. Еще. что-нибудь. У тебя все. Ты решаешься. Ну. Благодаря этому. Да. У нас. Выплатили. Нынче. 50%. От среднего. Никогда. Вызотов не платили. Еще. Плюс. 13%. И. Сейчас. сидят. До сих пор. Говорят. Вот. У нас. Все. Плохо. У нас. Опять. Там. Заставляют. Работать. Как. Уже. Говорил. Сергей. Сергей. Кетрозь. О том. Что. На одного. Рабочего. Навешиваем. Еще. Две. Работы. А. Оплата идет. За одного. Рабочего. Ну. Разговором. Так и остается разговором. Поначалу. Да. Все. Когда. Подушевились. Все. Вперед. Да. Хорошо. Но. Это ушло до тех пор. Пока. А. У нас. Перед этим. Как раз. Что там. Экзамены. По профессии. Раз в год. Да. И. Экзамен. По охране труда. Промышленной безопасности. По профессии. Ну. Совпало так. Что. Ну. Как раз. Вот. И началось. Вот. Пиши заявление. Уже готовы. Подписывай. Вступаешь в профсоюз. Нет. Значит. Не ждашь экзамена. И. Плюс. Еще. Вступаешь в профсоюз. Тебе. Еще доплачиваем. И. Ну. Такие. Короче. Были. И. Угу. Пока. Было. Хорошо. Да. Все были довольны счастливы. Ну. Когда начались вот эти репрессивные меры. Да. А мужчины очень могут. Все. Все сразу. Без разговоров. Подписали. Все остальное. Но разговоры так и остались. Единственная причина. Вот. Дети. Один работает. Кредиты. И. Ипотека. Вот. Это единственная причина. Которую. Да. Боятся. Здравствуйте. Петрович. Я. Я. Академия. Я. Партии. Большевиков. Минина. Вера Николаевна. Мы выпускаем газеты. Трудовые. В нашей газете. Есть. Рублика. Трудящиеся. Болица. Здесь. Рабочие. Со всех регионов. России. Пишут нам. О своих достижениях. Которых. Они добиваются. Методом борьбы. А наших. Тюменских. Рабочих. В нашей газете. Не было. Ни одной заметки. О том. Как они. Чего добились. В своих предприятиях. Каких. Каких. Они. Каких. Я. Просто. Предлагаю. Всем. Об этом. И. Какие достижения. У вас. На вашем предприятии. Прийти. И напечатать. В этой газете. Тогда. Об этих. О ваших. Успехах. Будет знать. Не только. Ваши предприятия. Рабочие. Ваши предприятия. Но и. Рабочие. Все. Предприятия. города Тюмени. Тюменской области. Ваши предприятия. Ваши предприятия. У нас. В основном. С этим предложением. Выступил. Не достижения. В основном. мифорти. У того. Зелеза. У этого. Экономическая. Политическое. Восемь. Вы политики же не признаете. Точно. Вы. Не политики все. Мы распространяем. Нашу. Газету. По предприятиям. И все говорят. Мы. Никакого отношения. Политики. Не имеем. Конечно. Когда. Там мы все в политике. Так все, это мое предложение. Приходите к нам. Там я положила газету, в конце газеты наш адрес, телефоны наши. Приходите, и мы будем сообщать о результатах вашей борьбы и привлекать рабочих к экономической и политической борьбе. То есть это будет информационная поддержка профсоюзов-теористи? Можно еще успевать? По поводу как раз рабочих масс, я считаю, что ошибочная у Максима позиция, что рабочие сами соберутся и решат уже без нас, что будем делать. Тут момент какой. Мы здесь все собрались, у нас есть у всех какой-то определенный опыт, по большому счету. Рабочие одни собрались, одни пообщались, у них свой опыт. Например, первое, что возникнет, с кем нам на предприятии общаться, то есть как нам вычленить тех, кто готов с нами работать, кто готов поддерживать. Можно, конечно, ходить всех вызванивать по одному, но есть какой-то все равно ограниченный контингент, с которым ты поговоришь. Но ты не факт, что находясь там в одном цехе, знаешь всех остальных. У тебя, может быть, разграниченное время. В принципе, есть примеры Солуховского и Балтийских заводов питерских, где, например, там работают одни товарищи, они делали так, что они организовали группы ВКонтакте и туда, получается, как площадку такую коммунити завода, грубо говоря, для общения. И через вот эту, получается, группу они как раз вытягивали, так сказать, людей, которые видно, что хотят что-то делать, что хотят бороться. То есть они вот таким вот образом, у них там целая лекция даже на этот счет есть, там, не знаю, сколько он там, полтора часа рассказывает, как они там все это делали, то есть как они сейчас продолжают делать. То есть вот так у них, собственно, образовались профсоюзы на этих предприятиях. То есть вот этот, например, опыт, знаю я, но работники, например, этот опыт не знают. Вот они с собой порешали, то есть они к одному пришли. То есть, по сути, надо, вот это вот искусственное разделение, которое сейчас тут установлено, что вот они сами решат, они сами решат, то есть вот это, я считаю, оно такое, как сказать, да, То есть оно ведет к тому, что какая-то часть вариантов, которые можно применить на каком-то предприятии, она отсекается. Поэтому, соответственно, лучше именно общаться совместно, совместно выбирать моменты. Потому что иногда это опыт оттягивается. Все, да, я как раз. Нет, я, конечно же, не говорю о том, что мы не должны рабочим помогать, рассказывать им, подсказывать, делиться каким-то опытом или еще знанием и так далее. Мы обязаны это делать. Для этого я предложил, допустим, организацию семинар по организации рабочего движения. Можно прямо сейчас решить, когда его органы надо, допустим. Сегодня у нас 9 октября, вот 9 декабря, мы через 2 месяца подготовка нам хватит. Допустим, ты выступишь с докладом, что вы выступите, еще кто-то там. То есть я имею в виду, что решение как. Решение, как будет действовать, как она будет структурируется, какие принципы, цели, задачи и так далее. Решение касаемо организации, ее жизни, организации рабочих людей, будут принимать непосредственно они. Они послушают меня, послушают тебя, решат по-своему. Я еще по этому поводу хочу сказать. У нас, да, завод большой. На каждом ты не можешь, в процессе работы тебе как бы... У нас вообще написано там, что из одного цеха, то есть другой не имеешь права. По технике безопасности и все остальное. Я вот был, к примеру, у себя, профгруппортом, да, в цехе. Прокатный цех. Также у нас был человек, да, который работал непосредственно именно там. ЦПП, да, там, цех заготовки. Ну, там свой человек. Ты имеешь в виду, ты весь завод... Ну, это невозможно весь завод как бы охватить. Я, к примеру, да, я, наверное, если мне надо было 4 бригады, если мне надо было с бригадой встретиться, мы работали, да, по 12 часов, то есть с утра, да, например, 8, я после смены оставался, да, там, знаю, ну, я, как бы, не разосил свой автомобиль, я мог бы задержаться у нас по реглану что-то, с 8 до 9 часа у тебя есть время. Из 5 вышло, ты еще, ну, можешь, если нет, успеваешь, прописываешь, то можешь позже выйти. Если мне надо было с кем-то встретиться, да, обсудить какие-то проблемы, детали, да, или там что-то бумагу какую-то подписать, я просто оставался на работе и обходил всю эту бригаду. Если мне надо было с другой бригадой, с которой я после смены не могу встретиться, да, или на выходные дни, когда я в выходные, на работу тебя не пускать. Я приезжал за час раньше на работу и общался так. Потом мы собирались в определенном месте, да, и вот эти все свои проблемы обсуждали, а потом уже делали собрание профсорителей. А один, да, ты один вообще не сможешь. Мы опять же еще раз говорим, нужно ходить к каждому и разговаривать с каждым. А вот эти вот, писанины, это ерунда, это уже сколько раз напишешь, положишь, то он приходит, что-то на нем сало порезали, то еще и что-то просто выкинули. Это надо с каждым разговаривать и объяснять, что и как. То есть вот это вот сейчас, на данный момент, моя была ошибка, не надо было выходить, да, с этого, с рабочего профсорминия, а надо было там изнутри все вести агитацию и все это делать. Ну это опять же у тебя прочередило, что это опыт. Да, на данный момент, Максим говорил, намедяли балловное дело, завели. Ну слава богу, сейчас закрыли его, как бы, за недостаточный улей. На меня административно... Отсутствие состава преступления, наверное, из-за недостаточного улей. Ну уж так, да, там, 159-й час первого, мошенничество. То есть вот, помнишь, вас тогда арестовывали, да, полицию вызывали? На меня администрация завода, в полицию подала заявление о том, что я распространяю газеты незаконно. То есть у нас газета называется «Народное право мелкими буквами», а это был спецвыказ за рабочее дело. Они в интернет-награде за рабочее дело. У них только газеты. У меня пришла бумага о том, что если вы не придете, не принесете соответствующие документы, у меня административное дело и штраф. То есть я являюсь еще и плюс корреспондентом, да, это газеты. Все эти документы, все это пришлось, принес месяц, потом звоню, да, мы уже в полицию отправили. Грунанги мне прислали документы о том, что все на законных основаниях. До сих пор у нас, вот я как говорил, да, экзамены должны быть по охране государства и промышленной безопасности. Я их до сих пор сдать не могу. В течение 9 лет я сдавал, как бы моих знаний не хватало, да, в этот раз я их не могу. Уже 4 раза сдавал, и до сих пор не могу сдать их. Поэтому на меня, да, конкретно. Ну и сейчас, вот я еще раз говорю, на данный момент на заводе 3 категории людей. Это те, которые, да, вступили, да, в профсоюз наш, да, независимый, потому что люди имеют, и ведут вот эти вот эти вот ячего, ведут какую-то борьбу, да, агитацию. Вторая категория людей, это те, которые вступили, да, и сидят, как я говорил, да, чечистый профсоюз сейчас на данный момент чисто остался только на бумаге, потому что все уже боятся. И сидят, смотрят, что со мной будет. Кто кого. Или я администрация, или администрация меня. И третьи, это те, кто чисто метал, получается, процентов 50, наверное, больше стоит, которые сидят не там, не там. Сидят и смотрят, что будет. Я уже сколько раз писал в прокурату, и в трудовую инспекцию. Сейчас вот на данный момент, 18-го числа, будет у нас на заводе инспекция с трудовой. Прокуратура, я бы дала добро, то есть я могу присутствовать даже на этом комиссии. Меня позвонили, сказали, будешь? Я говорю, за. Поэтому, потому что, как, главное, что я согласился за ООН, и врачи чего-то не согласятся. Ну, не знаю, как бы, то, что я как заявитель, они сказали в прокуратуру, ну, не знаю, что на этом будет. Ну, как бы, желательно попасть, потому что я писал, я знаю конкретно, где какие, куда, чего указать. Как бы, и опыт есть, уже немаленький, за полгода. Вот, если год назад, то я бы сказал, что я чем-то буду заниматься. Сейчас, в данный момент, я уже изучил трудовой кодекс, но это обязательно. Уже в уголовный кодекс выучил. И весь праздник. Ну, со стороны мошенничества, это точно. Отдельные статьи, да? Да, отдельные статьи, да, изучаю. Административный кодекс тоже туда уже залез. Сейчас я ищу. Я чем тогда вам юристу, вот уже нет юристу. Не знаю, куда еще дальше меня это затягивает. Ну, по крайней мере, вот так. Ну, а потом скрываться сейчас, я могу себе поговорить. Скрываться, опять же, все равно, понимаете, они разговоры идут, все равно тебе надо, если ты ведешь эту борьбу, да, тебе все равно надо с людьми общаться. Все равно эти силы знать. Единственное, да, когда я был, меня и служба безопасности таскала туда. Единственное, они меня что-то спрашивали, списки покажи, я говорю, зачем? Ну, мало ли что. Вот, друг, ты мне покажи, я, говорит, по списку посмотрю, вот, ага, вот этот, например, человек. Ну, нехороший он. Зачем ты его в портсахилы взял? Да-да. А этот взяточник, а этот вообще там алкаш. Ну, он уже сколько раз на проходу не попался. Ну, такие вот разговоры. А почему вы юридически не зарегистрированы? А где вы там? Я говорю, почему не там? Ну, так, поэтому, единственное, что, да, они знали, что я являюсь совпредседателем, да, как бы, и все остальные списки я не сниму. Они у меня лежали дома, я, кто вступал, я сразу сказал, списка вот эти все лежат у меня дома. Я их показывать никому не собираюсь. Так что не бойтесь. Ну, еще вот так вот приходилось разговорить с людьми. Вопрос, Сергей Александрович, как рабочие будут присоединяться к объединению рабочих семей? Как они будут? Вот этот вопрос, если честно. И пока они не проработали, ну, как бы, это надо просто вообще. Может быть, стандартно, по средствам заявления, ну, мы первые. Ну, как бы, ну, понятно. Там уставили, что должно быть прописано. Да, мы еще уставили, это еще сырой, поэтому, это только начало. В общем, стандартно. Соответственно, то есть, надо писать заявление, что в общественном организации заявление рабочих объединений, заявление, я такой-ка-ка-ка прошу признать имя. Да, заявление, красиво. То есть, нужна какая-то все равно форма мыши, потому что она же и предприятие, это не должно быть прописано. Вот этот устав, я так понимаю, уже принят, да? Или только мы сегодня его обсуждали? Он принят. А, он принят. То есть, уже изменений никаких. Ну, дополнения-то почему? Можно носить всегда. Изменения, дополнения, там, что выяснили, все, все, все. Ясно. Вот тут прозвучали предложения. Вот я предлагал, уже не предлагал. Другие товарищи, значит, в том, что, значит, кое-кое, что внести. К примеру, значит, то, что поменяют, значит, начало и организации, допустим, борьба, там, истана. Или, допустим, истана внести положение о том, что, значит, все-таки надо как-то настраивать людей на то, чтобы освобождаться от эксплуатации, или еще что-то. Как-то может быть завуалировано, или еще что-то. Но, тем не менее, то, чтобы в будущем прозвучала диктатура пролетариата, а не диктатура пролетариата. Вот это вот тоже звучало. То, что по поводу изменений в уставах, борьба, не борьба, диктатура пролетариата. В данном уставе так же не стоит то, что мы все выступаем за мир во всем мире. Женщинам цветы, детям мороженое. Для тех, кто считает, что данные цели и задачи, они какие-то маленькие, я думаю, что можно не вступать в данное объединение. То есть, если кто-то считает, что нужно вот сразу же высшей стоимости рабочей силы, сразу же землю крестьянам в фабрике рабочим, пожалуйста, для этого есть политические партии. На мой взгляд, вот давайте попробуем хотя бы половину, хотя бы четверть из тех целей и задач, которые имеются в данном уставе, в данной организации, выполнить. А вообще планы, они строятся для того, чтобы их выполнять. Вот давайте сначала хотя бы четверть из этого выполним, а потом и диктатура пролетариата, и класс из себя. Хорошо. Это было мое выступление. Кто-то еще может было? Почему мы пришли говорить? По сути, я думаю, сейчас кто из нас рабочий. Давайте подойдите, сейчас запишем адрес, телефон и... Меня зовут Дмитрий. Я сейчас знаком, по сути, представляю здесь так называемых рабочих строителей. Потому что, как я понял, объединение больше направлено на публично-заводских, то есть там, где есть большие предприятия, крупные коллективы, где можно организовать по всей земле ученики. У нас в строительстве несколько умные обстоятельства. Сейчас в строительстве, да, несколько крупных застройщиков. У них нет своих коллективов. То есть коллективы рабочих вынесены из застройщиков на подряд. Обычно это целая громада маленьких субподрядчиков. Крупных коллективов нет. На подряд заходят люди, обычно даже бывают на сезон. То, что касаемо рабочего дня, это, конечно, такой довольно оптимистичный заряд до шести часов. Но настройки восьмичасовой, не знаю, закончился по-другому в девяностые. Потому что нормальная ситуация. У нас люди работают с восьми до шести, некоторые с восьми до семи, включая субботы. Бороться с этим никак не получится, потому что вы заходите на стройку, вы заходите через подрядчик. Обычно это какой-то ипэчинг, через которого проводится зарплата. Ты заходишь на сезон, ты сам заинтересован, что больше что сделаешь. Не важно, там выходной, у тебя ничего нет. Если попытаться, если даже не ипэчинг, зашли через какую-то более-менее крупную фирму. Если попытаться с ней бороться, допустим, как это обычно происходит, генподрядчик задерживает выплаты, у субподрядчиков своего бюджета нету, они начинают задерживать работу. Как только ты останавливаешь производство, ну, любую работу, им проще слить эту организацию. Просто сразу. Локдаун и все. То есть все, что ты отработал, будет поделено. Поэтому вот я не знаю, как вы нацелены на работу как раз-таки со строителями, потому что сейчас, допустим, в Тюмени строителей довольно много. Плюс это самая быстро развивающаяся отрасль, потому что все крупные деньги сейчас приведут туда. Количество строителей в Тюмени растет. У нас сейчас на строительных площадках просто город квалифицированных кадров. Просто катастрофический, потому что набирают всех, которые набирают молодых без опыта, не по специальности, от этого страдает как качество управления работ, так и условия охраны труда. У нас увеличивается травматизм. Снова появились гордельные случаи на стройке. И объединение в рамках какой-то организации здесь не возможно, потому что, я говорю, капитал строительный, он гораздо более подготовленный. Все рабочие строительные индустрии, они раздроблены, максимально раздроблены. Многие из них находятся в конкуренции друг с другом. То есть в данных условиях объединение внутри одной организации невозможно. Здесь минимум отраслевое объединение. То есть хотя бы домашнее... А вообще объединение это возможно? А объединение вообще... В принципе, да. Но на этом направлении работают, объединяются именно отраслью. Но инициативы от рабочих в целом не могут быть. Нижнего ума, наверное, очень сложно добиться, потому что фанально они все время на работе. И все это надо. А придется с этим работать? Инициативы и на крупных предприятиях не так много. На объединках, естественно, будет меньше. На крупных, там немножко, опять же, другая специфика. Я про то, что... Как бы это объяснить? Про то, что ситуация сложная. Это да. А там, где мы делаем, что мы больше не будем. Сейчас из-за того, что как раз таки идет подъем строительной отрасли, особенно здесь в Тюмени, и нехватка рабочих рук. Теперь даже, какие положительные, всегда есть положительные моменты. То, что страшилка о том, что за забором стоит очень до таких же, как ты, она сейчас не работает. Потому что у нас недобор просто в штатные бригады. То есть у нас просто люди не идут даже. Потому что, во-первых, работа стала еще тяжелее, потому что мы постоянно перерабатываем. То есть ты приходишь на новостройку, ты понимаешь, что ты не будешь 40 часов работать. При том, что ты сам не заинтересован. Потому что на 40 часов, если ты отработаешь, ты до следующего месяца не доживешь. Вот эта страшилка не работает. Но, если вернуться к объединению рабочих, я, допустим, как строитель, знаю о подобной деятельности в Тюмени, просто потому что я лично знаком с людьми из профсоюзов наемной рабочей. То есть никакими другими способами мы информационно вытесним из профсоюзной работы. Потому что строительные отрасли я невозможно проводить. У крупных застройщиков в штате это только высший манежмент. Все, что касается финансов и все, что касается продажи квадратных метров. Все остальное на подряде. Это очень мелкие собственники, у которых, в лучшем случае, некоторые люди с одной бригадой просто ходят. Там, наверное, даже не просто на подряде, а на суд подряд. Да, там еще, Бог может, и целый ряд подрячек. И поэтому я говорю, что какие-либо действия проводятся, все, это просто отрубается и проводится. А основные, какие на крупные стоят специальные рабочие? Это же карночеки, сварщики, бетонщики, карнохутщики? А, бетонщики сейчас... Ну, в основном, именно бетонщики, там уже суд, суд. Да, они заходят обычно, заходит ТП, то есть индивидуальный предприниматель, но при этом у него там на бригады крикса человека. Это просто, чтобы деньги правильно переводить. И опять же, никакие... А как вы, кто-то специально? Я и электромонтер, и электромонтажик. Вот, тоже узкое направление. Да, и опять же, коллективы у нас маленькие. И еще начали про бетонщиков, допустим. Сейчас, в основном, это завозные бригады. То есть они еще в более суровых условиях. Они как раз-таки работают. Бывает, в принципе, у них нет выходной. Когда они залили бетон, на следующий день работать на бетонных конструкциях нельзя. Косватор бетона идет. У них как раз это один выходной. И сколько там конструкций они залили, столько выходных у тебя будет. Плюс им дают выходной после того, как перечисляют заплату, чтобы они могли съездить в город, отправить домой. То есть вот так вот в лучшем случае. По другим, по тем же каменщикам. Каменщики набираются... Обычно просто люди друг друга знают. Вот там есть работа, вот там такой посредний. Все, мы под него заходим. Сколько кубутуру ты выгнал, сколько ты получишь. И опять же, основной страх, что получим, не получим все. Никаких юридических взаимоотношений с генподрядчиком. Это слишком далеко. Слишком большое плечо получается. Поэтому я о чем, что вот такие классические методы, которые применяются на крупных предприятиях, здесь уже нельзя применить. И отраслевое объединение. Если массово, допустим, не работники одних каких-то объектов, тем более, опять же, специфика, у нас изделие, это, допустим, дом или коммерческое здание, да, она там 2-3 года изготавливается, по сути, разными людьми, которые бывают там, заходят на месяц. И это вот единственное время, когда они, опять же, с этими людьми, которые на этом объекте. После там 2-3 лет, когда объект закончен, вплоть до того, что генподрядчик может, опять же, там, начерку свою просто погасить, ликвидировать, и все, и новый объект, но новый застройщик организуется. То есть какой-то строительный капитал, он, например, гораздо более, там, готовый к этому плату. Про целевое, извините, что я опутываюсь, но, про целевое объединение. То есть, если у нас объединяются, допустим, просто по принадлежности к профессии, то не на конкретном предприятии, а просто в Тюмени, допустим, есть строители. Но если массово их объединять, то есть они могут быть совершенно на разных уровнях, в разных организациях. Но при этом, если мы знаем, что в конкретном случае идет ущемление прав, или, опять же, борьба с эксплуатацией здесь носит такой характер, то, скорее говоря, борьба со сверхэксплуатацией. И что постараться инвелировать вот эти перегибы, потому что у нас люди изнашиваются быстрее, чем мы можем их просвещать. И как раз-таки про просвещение. Даже на моей практике у нас были случаи, когда ряд разнорабочих нам удалось перевести посредством обучения на какие-то профицированные места. То есть вот эта деятельность, когда человек где-то работает, он работает постоянно, он ничего другого не видит. Но если другие ему помогают либо освоить дополнительную специальность, в это время его поддерживают, либо он знает, что вот есть люди, которым нужно прийти, и они помогут тебе устроиться в другое место, потому что у них, опять же, есть знакомые других, то есть просто строители, да, и другие строители. И из-за того, что сейчас емкость строительного рынка многократно возрастает, даже людей с предприятий, если они быстро переквалифицируются, стройка может вобрать в себя в кино. И как раз вот касательно больших предприятий, люди почему не боятся. Они боятся, они потеряют работу, только у заводов не так много, плюс за тобой все равно идет хвост. То есть если ты поднимал вузу на одном заводе, на втором ты уже, ну, просто службу безопасности не продержишь. Зайти просто на работу, на стройку через какого-то там посредника, тебе никто не будет знать. Но если у тебя есть профессия, есть если у тебя товарищи, с которыми ты просто можешь в бюджет зайти, этот вопрос решен. Из-за того, что, опять же, рост строительства, там есть нормальные деньги. То есть вот состректирование. На чем я говорю, из-за работы не останется людей, Саша, зайдем на стройку. Ваше есть кандидат, а можно обучение. Слово-за нас обманут, да? Ну, в целом, пора. Слышите, могу? Да, пожалуйста. Семь минуты на времени суток, но вот Буков у нас тихонечко где-то в стороне сидит, нам ничего не говорит. Первый раз вообще на подобного мероприятия, где-то таком количестве, где-то по садикам, в последний раз выступал. Что вообще по поводу уже сказанного? Я бы хотел просто своим выступлением подытожить немножко. А можно, пожалуйста, сказать? А, секунду, извиняюсь. У меня Артем Зубов, Артем. Я электросварщик на заводе Букова работа. Нет, уже есть сотрудник. Я что хотел сказать? По поводу вообще квалификации, не квалификации, допустим, у каких-то... По поводу за забором, там, нас много, там, или так далее, и тому подобное. То есть это далеко на самом деле действительно не так. Почему? Потому что, зная вообще, какие люди приходят на производство, и какие процессы на производстве стоят, то есть эти случаи заканчиваются в большинстве своих, ну, в своем, то они травмами. Вот у меня есть яркий пример, то есть я вот расскажу вам о своем опыте. Мне так давно с товарищем поехали в коммунировку на УГО. Нас отправили так, то есть ребята, надо что-то сделать, собирались быстренько, мы документы подготовлены, пали, сели, поехали, приехали. То есть ни командировочных, ни каких-то там, допустим, неплавных, там, инструктажей по технике безопасности, ничего этого не было. Мы просто сели, приехали, и все. То есть нас никто не встретил, там, ребята, обирайтесь, нам некогда, нас их где хватает. Мы приехали, и все, как бы, все нормально. Вот, то есть нас встретили, мы что-то там съездили, сами заселились, там вещи бросили, мы следующий день на работу вышли, мы еще какой-то инструмент получили, и все это быстро. То есть, получается, нам показали, что делать, то есть мы, как бы, говорим, ребят, ну, как бы, это реально много, то есть это полтолитонный вал, он горячий, надо постоянно греть, то есть это, ну, металлургия, она знает, что приходится работать, то есть постоянная температура, жара, то все, скорость выполнения, допустим, и прочее, 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 прочее. Ребят, дайте им усы царить. Ну, помощь, опять-таки, учитываем, это все быстрее будет. И еще был такой разговор, вот перед вами, есть или ваша тоже, они там брали, помоги, за ними еще переделать, видимо, мы выйдем. А мы там разберемся, что потом как стабили, что-то платится, когда летом будут. Вот. Ну, и все, соответственно, как бы, это, начинаем работать. Я в день отрабатываю, и начальник походил, иди в ночь, вам вдвоем в день что делать, там, 5, 5, 10, иди в ночь. Ну, ладно, хорошо, поработаем. Ночью ухожу, я смотрю, у меня на парнике работает, я говорю, Гриша, что у тебя там, это? Диск какой-то слишком большой, на полгаре, это что делать? Так вот, говорит, они встали 152-ю машинку, там разделка 170, туда не залезли. Мне дали горфвизу, получается, а горфвизой пока шаркаешь, раз один, вал вдувает, температура падает, вам надо опять на подогреве, температуру померить, 5, 5, 10. Я говорю, ладно, разберемся, иди домой, типа, а что делать-то, ну, как там? Я говорю, ладно, иди домой, разберемся в утро. Ну, все, думаю, сам доработал до утра, в цеху никого, я ни одной души живу нету, ни начальника церкви, вообще не делаю. Я, соответственно, работаю потихоньку, и в один прекрасный момент, что-то рука уже подустала, пока машинку бросишь что-то варить, начинаешь, потом температуру, таблика, это вот, температура за полночь, у меня просто рукодергается, я поворачиваю, и я считаю, что здесь. Понимаю, что руки хана, на все равно, и, соответственно, там, где все процедуры, 5, 10. Я к чему это все говорю, что по поводу вообще организационной деятельности на каких предприятиях, или чеках, и так далее, и тому подобное. Конечно, не надо там кидаться на образуру, говорю, я вот, пришел, мы сейчас у вас все отберем, там, это нам отдай, это отдай, и все, и тогда они посмотрят на нас, скажут, ну, что тебе еще? А ты знаешь, что ты вообще хочешь? Что тебе именно отдать? Ну, как ты хочешь, работай, 6 часов, но работай, 6 часов по 150, 3 часа, пожалуйста, а то тебя что-то держат, что-то. Вот, когда-то останется после эпитита, мы тебе дадим, и все, мы на манагининку, мы будем говорить. Вот, я к тому, что правильно, как бы, не нужно сразу там показывать, кто мы есть на самом деле, то есть, с коллективом надо работать. Вот у меня, опять же, я все буду говорить на собственном примере, у нас на заводе был такой господин Бултер, наверное, помнишь, да, он в начале комсажера, он в первом производстве, то есть, мы, как бы, у нас объем есть, то есть, работа есть, все, мы бычим там, и, там, не знаю, по 16 часов, по 12, и день, и ночь, всякая разная, то есть, зарплату получать ничего не не было. То есть, там, как бы, Евгений Борисович, мы, вот, как бы, грибанулись, там, вышли в СМИ, свою смену, там, или еще что-нибудь, там, я вообще не знаю, ничего не сделали, вот, ты видишь, там, 5-е, 10-е, я вообще не знаю, где зарплату брать. То есть, работа не больше, соответственно, еще больше грибанулись, там, еще больше, то есть, а чем больше делаем, тем меньше на цену, то есть, если мы делали, допустим, одну буровую установку в полтора месяца, то сейчас можно сделать 3 месяца, вот и все. То есть, и каждый расклад, какой люди не выдержали, поняли, что это уже, там, что это копейки какие-то, 25 тысяч сварщика, это что такое вообще? Вот, соответственно, пошли выше, выше там устроили это все дело, разговоры провели, соответственно, человека уволили. Я в это время в отпуске был, там, как бы, я сихтонкости не знаю, а то есть, ну, как Степло сказал, все, уволили, наказали, нет, все, соответственно, все грибы он не могло, и, как говорится, вышли. А сама суть, то есть, вот это, все гонки постоянные, они никуда не делись, они как были, как есть. То есть, ну, вот, просто наказали, но все, свободно, то есть, а разница, допустим, деньга, которую велика, я и дышит, и объясняют, что, конечно, твой карман лазит, как-то, ну, вот, его же уволили, сейчас лучше будет. Да не будет лучше, это факт. То есть, мы сейчас уже год работали, только с этим нервными, но другом, как я это не буду называть, потому что с этим делом, как начали. То есть, мы как работали, так и работали. То есть, оплата труда, она сделана премиально. То есть, это такой обход, через который можно, я не знаю, делать все, что угодно. Я сделал какие-то переработки с 22-го года, выгодно, ну, тебе надо денег, иди работай в карман, получается. Вот, а по поводу, вообще, каких-то коллективных решений, там, газеты, вообще, там, информационной какой-то, агитации и так далее, и так далее, и так далее. Я как думаю, мы сейчас живем в обоих цифровых технологий, средств массовой информации и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и пренебрегать, это было бы глупо. Вот, то есть, организовываться как-то вот в таких, вот, не знаю, там, газета, да, это неотъемлемый источник информации, то есть, без этого никак, то есть, да. Газета, это наши люди, он показывает, кто мы на самом деле, да. Ну, вообще, в целом, какие требования у него фиганки, да, для того подобного. Ну, и проводить какие-то мелкие, допустим, создавать группу, вот, в дискуссионный клуб ребятами я хожу, то есть, мне очень интересно, то есть, для себя очень много вопросов. Если элементарно, раньше я обижался на себя, что я вот такой вот мало работаю, там, надо больше 300 часов в месяц работать, когда я буду успешным человеком, то это на самом деле не так, с недавних пор. И, как бы, я думаю, что, конечно, у нас у разного нужно получилось, там, наверное, у меня, да, сейчас, то есть, сидящих в поле, но, как бы, пользоваться тем, что у нас есть, что нам дает пропесты же на сегодняшний момент, то есть, как бы, было глупо, то есть, я, за то, что, чем больше народу мы охватим, тем, как бы, не знаю, более какая-то из десяти один поймет. Этот один десятерых намучит так же, то есть, как бы, я вот за это все. То есть, если они прав где-то, кто-то прав? Ну, вот еще небольшой комментарий о таком выступлении, то есть, если вам говорится о том, что мы выходим, работаем, да, у нас нет выходных, вот как у нас, да, выйди, или там один заболел, выйди. Опять же, получается, в какой-то степени мы еще и сами виноваты в том, что мы подаемся на эти же самые работы и выходим сверхурочно работаем. Если бы один отказался, второй, третий, четвертый, пятый, да, если бы все бы душно взяли бы и не вышли бы, совсем бы уже бы работодатель, да, уже бы на нас по-другому смотрел, уже бы маленечко задумал. А так, как выйди, а некоторые вот раньше нас еще как-то просили, выйди там, тут он на больничный, там, или кто-то в отпуске. А сейчас уже даже понимают, уже дошло до такой степени, что они уже оборзели, а это мы им позволили. То, что они уже не говорят, вот, батя, ну, завтра ты выходишь. Он, а как, не все, не волнуйся, все. И уже дошло до того, что уже даже кто-то еще может что-то говорит, возражает. А в основном нет, уже собрались и все. Вот, я завтра ухаживаю, что-то надо, и все. Получается. В основном, в основном, вот, тут идёт, как сейчас работодатель, да, это мы, в основном, сами виноваты. Потому что позволили им вести себя, как по отношению к нам. Можно, если… Можно рабочий не вышли, скажут. Кто еще рабочий не вышли, ну, чего ты сказал. А если и не сказать мне вчера? Вот я хочу поделиться своим опытом, как в советских времен, что ты, Женя, правильно сказал, что сейчас на простого человека внимание не ручное открыли, как-то с пренебрежением об этом говорят. Я помню, когда-то еще в 80-е годы я приехал в Сургут, устроился в Сургутскую контору связи, значит, и приходил простой монтер, в просторе, в Крамитане, в связи, значит, приходил к начальнику в кабинет, чуть ли не ногой дверь открывал, пацан, что-то там, вот так, мне еще 40 лет не было, а он уже под пенсионный год, и тем не менее мы с ним здоровались, тем не менее мы с ним это самое. Я в то время уже был коммунистом, это самое, приходили, каждый месяц я приходил туда на собрание, все, общались, ну, вот как мы сейчас, даже еще лучше, может быть, это самое. Потом прошло какое-то время, партию запретили, значит, сам, я перестал ездить в собрание, и несколько лет я не был в Сургуте. Вот он приезжает, нужно было мне какие-то по личным делам, вот, прихожу к начальнику поставить привычки, так, все, мы поздоровились, все, никаких проблем, я ничего раньше не заметил, но потом, значит, мы там начали этот вопрос решать, мы там, какое нужно было мне, он вызывает кого-то, вызывает главного инженера, он зашел, говорит, встал вот так вот. А вызывает главного гуглалка, значит, охоже, встал вот так вот. Ну, как бы, я не могу даже сентуру слов, а потом, и после этого, я когда это увидел, значит, сам, я начал примечать, что такое. Оказывается, уже после того, еще в 90-е годы, вся система была настроена на то, что он начальник сказал, и все остальные нет, сам. Конечно, с рабочими этот номер не проходил тогда, потому что первое, ну, ладно, вот выгнали бы меня, да, я все-таки при всех моих достоинствах, где не всталка, я был хорошим специалистом. Я работал на простой рабочей сетке, да, имею высшее образование, выполнял ту работу, которую, допустим, после меня выполнял уже двое-трое, как минимум, сам, и имел зарплату, ну, меньше, чем, допустим, многие, за такую же работу, как и я, поэтому меня держали, поэтому, самое, меня никто не выгнал, даже зная то, что я коммунист, что я воюю с этой поганой властью и прочее, прочее, но другие, вот сейчас, вот нового поколения выросло, вот там, пацаны пришли, там, начальники, какими-то инженерами, от вашего возраста примерно, да, они на рабочем буквально так вот, а что ты, ты, сделай быстренько, ну, как, трыши, вот так, понимаете, разговариваю, ну, что мне вам рассказывать, вы это на своей школе, наверное, каждый день испытываете, так вот, я говорю, отношение такое, понимаете, так, чтобы такого отношения не было, вы должны знать, главное, дарю цитату, «Никто не может защитить интересы рабочих лучше самих рабочих», понимаете, только тогда, когда вы возьмете власть в свои руки, когда вы станете хозяином предприятия, когда вы станете хозяином стране, вы будете делать такие условия, которые нужны вам, рабочим, в свое время, в семнадцатом году рабочие поднялись и скинули буржуя, и они сделали для себя бесплатное образование, бесплатную медицину, бесплатное жилье, много чего, около тридцати социальных гарантий, которые нужны для того, чтобы общество развивалось. В результате наша страна из какой-то трехсотной державы стала супер-державой, понимаете, супер! Потом результат, девяностотый год, девяностотый год, этот самый, результат, ну, царь знает, вам уже рассказывать не надо. Что мы сейчас имеем? Имеем то, что кучка подолков развалила нашу страну, ворвают деньги, везут чемоданами, вагонами, машинами, куда-то высрают, куда-то в Шевицаре, куда-то померяют, этот самый. Что вам остается? Посмотрите! Я, конечно, понимаю, что это самое, кого-то может их прикормить. Есть рабочие, которым дадут немножко это самое-то. Но в любом случае, даже те рабочие, которые больше получают, ну, это быдло, рабочая скотина. Вот хозяин может скотину, собачки, может там конфетку дать, или кусок сахаркот, король может себе на другой побольше дать. Но в любом случае, это скотина, понимаете? Вы должны стать свободными. И когда вы станете свободными, тогда не будет над вами вот этих паразитов. Ну, главное не это даже. Главное, что вы должны понять то, что я сейчас сказал. Что вы должны стать свободными. Вот у меня все, пожалуйста. Вы еще и за рабочих ученицы. Собирайтесь, и в следующий раз собираем. Какие-то вещи есть-то. Собираться надо обязательно. Ну, вот сейчас какой-то, так сказать, комитет организовываться будет или нет? Да. Сейчас? Да не надо, что, будет? Вот для чего собрали сегодня? Для решения. Какое-то надо принять. Рабочие, для тех, которые не входят в объединение на сегодняшний день, в объединение будут выступать. Сступать не будет. Давайте. Надо принять рабочих, те, которые присоединяются к объединению. И, может быть, успеете еще провести между собой какое-то краткое совещание, решить, когда вы встретитесь, кого вы поздравете на эту встречу. Сегодня у вас открытое собрание. Что еще будет ссыпать? Ну, вот, я понял, что вы будете ссыпать. Да. Контакт с вами обвинять. Ну, я думаю, что вы будете ссыпать. Повестка исчерпана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok